Возвращаясь к вашей программе «Познер» на Первом канале, мне рассказывали, что Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала, дал вам список людей, которых нельзя ни при каких обстоятельствах показывать. Несоответствие действительности. Значит, когда я закрыл программу «Времена», которую больше нельзя было делать, потому что до прихода к власти Путина, это была программа настоящая, живая, в которой обсуждались... Дискуссия была. Настоящая была. Когда Путин, так сказать, стал вводить вертикаль власти, то эта вертикаль коснулась много чего, в том числе и, конечно, средств массовой информации. И стало постепенно все труднее и труднее, во-первых, затрагивать какие-то сюжеты, во-вторых, говорить какие-то вещи. И программа перестала мне нравиться. Она была в эфире восемь лет, и к концу вот этого восьмого года я пошел к Константину Львовичу и сказал, что он генеральный директор, а не генеральный продюсер. Я ему сказал, что давайте закроем программу. Она восемь лет была, и я не хотел бы больше ее делать. Он согласился, я предложил ему вот поздно. Это его название, кстати. Очень удачное, кстати, название. На мой взгляд, да. Ну, вот интервью. Коротко и ясно. Коротко и понятно, кто и что. Но я ему сказал, давайте договоримся на этом берегу. Значит, если есть люди, я полагаю, что они есть, которых я не могу пригласить, потому что вы не можете допустить, чтобы они появлялись в эфире Первого канала, вы мне скажите, кто эти люди. Если я с этим соглашусь, то есть пойду на такой компромисс, то это означает, что мы договорились, но дальше не будет и еще этот, и еще этот, и тут уже мы договорились. И он мне назвал, я ему сам их назвал, на шесть фамилий, которые я вам не могу назвать. Я не могу, я никому, у нас была договоренность, и в этом смысле я свято соблюдаю такие вещи. Вот. И все. Я сказал, больше никого. И я должен сказать, что он абсолютно пока, по крайней мере, соблюдает эту договоренность, соблюдает ее, и я ее соблюдаю. И полагаю, что судя по тому, что происходит сейчас, этот список будет сокращаться. А что сейчас происходит? А происходит то, что на телевидении стало возможным некоторые вещи говорить и некоторых людей приглашать, о которых нельзя было и думать полтора-два года там у нас. С приходом Медведева вы это связываете? Да, конечно. И это и дальше будет улучшаться? Я полагаю, что да.